Всем привет! Мое воскресное утро сегодня проходит в отеле. Адриан только что спустился на пляж. Мне кажется, родители тоже спустились с ним. Сегодня погода как-то не очень, но они пошли. Я решила вымыть волосы, искупалась хорошенько, намазалась всякими кремиками. Потом с утра разбирала чуть-чуть вещи, которые мы уже использовали, которые грязные. Я уже поскладывала их в рюкзак. И потом, когда будем уезжать, я только уже поставлю другие вещи чистые в чемодан. И еще которые будут грязные еще в тот рюкзак. И можно сказать, все, вещи потом соберу быстренько. Мы уезжаем послезавтра, а родители улетают завтра. Завтра утром мы их везем в аэропорт Барселоны. И они улетают. А у нас еще остается один день будет. То есть завтра понедельник мы будем с Адрианом. Я не знаю, что мы будем делать. Сперва думали поехать в Барселону погулять там чуть-чуть. Но потом что-то решили не ехать туда, потому что мы там уже были. Потом там пробки одно, второе. И как-то последний день не хочется тратить на стояние в пробках. Ну, короче, посмотрим, как мы проведем завтрашний день. И сегодня также я не знаю, что мы будем делать. Пока что планируем, что в обед сходим где-нибудь пообедаем. А потом уже после обеда будем видеть, что. Что и какие планы у нас будут. Там Микаська пьет водичку. Только что вылезла из-под кровати. Я не знаю, почему в этом отеле. Ночью она нормальна. А вот днем она постоянно прячется. Или под кровать, или вот под тот вот диванчик. Особенно с утра сейчас там девочки ходят, убирают по комнатам. И она обычно прячется, потому что они делают очень много шума. И ей это не нравится. А потом уже после обеда она перебирается себе на ромашку. И смотрит на виды наши замечательные на море. Ест нормально, водичку пьет нормально, в туалет тоже ходит нормально. Так что более или менее нормально себя чувствует она. Но вот первую половину дня это да. Пять часов утра тоже никто не отменял. Я не знаю, что где творится. Но сегодня в принципе она нормально спала здесь на моей половине кровати. Хорошо спала. Где-то в 5.15 я поднялась. 5.20 где-то так. Она поднялась со мной. И она уже, я не знаю, наверное до 7, до 6.30, до 7.00 я уже не видела, сколько было часов. Но она мяу-мяу-мяу-мяу-мяу полежит чуть-чуть. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Но ведет себя вот так все эти дни. Я не знаю почему. И не то, чтобы сильно мяукала. А так вредно, знаете. Мяу-мяу-мяу-мяу что-то сидит. Мяу-мяу-мяу. Так тоненько, жалобно мяукает себе. Я несколько раз поднималась. Она лежала вот там на коридорчике. С лапками вверх. И чуть-чуть там себе что-то мяукала. Ну и Адриана после многочисленных купаний в море болит ухо. Ему туда затекла вода. И стала как будто пробка. И он на одно ухо не слышит. И сегодня утром ходил в аптеку, взял какой-то препарат. Типа как масло я ему капала в ухо. Но самое главное вот сейчас он пошел купаться опять. Я надеюсь хотя бы он не будет залазить с головой в это море. Мик, вот приблизительно вот так она мяукает. Вот жалобно так. И что случилось? Мишка, почему ты мяукаешь? Малыш, она хочет в шкаф. Я вам говорю. Все, открыла ей шкаф. Сейчас будет опять обследовать все. Водичка в принципе не очень холодная. Я тоже пару дней назад заходила. И она холодная только тогда, когда погружаетесь в воду. А потом уже тело привыкает к температуре. И водичка даже кажется очень тепленькой. Но все равно. Хотя в Адриана обычно бывают проблемы с ушами. Вечно заходит эта пробка, становится элька. Но в этот раз, конечно же, очень сильно. До такой степени, что я говорю, что он даже на одно ухо не слышит. И он ходил в аптеку, ему дали вот этот вот препаратик. Это типа как маселка какое-то. Я ему закапала. И дальше будем видеть. Рекомендует капать два раза в день. Пока что закапали вот только недавно. И он говорил, что эффекта пока что никакого. Мишка, заболел наш Адриан. И не хочет слушаться, да? Ходит купаться в холодной воде. Все, буду я по чуть-чуть сушить волосы. И готовиться потихонечку к обеду, наверное, к выходу нашему. Такой вот симпатичный диванчик. Мне нравится. Здесь. Но они нам прикрыли его вот этой вот простынкой. Видно, так делают всем постояльцам, кто приезжает там с собаками, с кошками, с животными. Чтобы не замазали, не порвали. Волос там не пооставляли. Так что я сейчас его обратно накрою. На всякий случай, если нашей Мике понравится там когти точить. Кстати, у нас здесь в Каталунию входит очень много воды. Мы просто бутылками ее приносим, потому что из крана пить просто невозможно. А в Сан-Забастиане вода такая вкусная, что ее просто мы пьем из крана и даже не заморачиваемся. Очень вкусная у нас вода. Здесь у них я попробовала. И мне не понравилась такая, как будто соленоватая. Я даже не знаю, такой вкус странный. И наша Мика, как вы знаете, она просто обожает пить воду из ванной, чтобы включать кран. Водичка текла, и она так пьет водичку. Что самое странное, я ей включила несколько раз, она просила. И она подходила, нюхала эту воду и отказывалась пить. Так что для Мики тоже покупаем водичку из бутылки, и она пьет. Но вот эту фирму она не хочет пить. Наша Мика пьет только, только, так, это шуртайдри, она нужно убрать. Наша Мика пьет только вот эту вот воду. Солан Дейкабрас. Только эту воду пьет. А всю остальную не хочет почему-то, я даже не знаю. Видно, в этой бутылочной воды тоже есть какие-то разные вкусы, раз она перебирает воду. Так что для нее берем эту, одну бутылку теплую держим, вторую держим в холодильнике, чтобы была прохладная водичка. И потом я ей смешиваю воду, и она уже вот так вот пьет. Очень странная кошка. Я думала, вся бутылочная вода одинаковая, но оказывается, что нет. Адриан пришел с пляжа и принес для нас вот такие вот ракушки. И мы хотим попробовать, чтобы Мика, хотя она на них даже внимания не обращает. Микась, смотри. Ракушки. Ой, Сонька. Не интересуют тебя ракушки, да? Микочка, это же запах моря. Микочка. Что? Незнакомый запах, да? Запах моря тебе нравится? А, Мишки? Что ты зайдешь? Ну и? Все. Смотри, там три ракушки. Одна большая, две маленькие. Ага, сейчас не ходит твою ракушку. Потому что она не хотела в прямом эфире. Микаська, только не бросай ее. На пол разобьешь. Эй. Чайник горячий. Чайник горячий. Каким интересом. Тык, 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 тык. Хвостик. Сегодня все взяли себе рыбку с овощами, а я пасту с креветками и пармезон. И Адриану себе сегодня взял уху. Пока Адриан побежал к родителям, они уже там собирают вещи, я решила чуть-чуть поработать с отснятым материалом. И разложить все по папкам. И заодно уже удалить материал с камеры. И чуть-чуть очистить телефон. Микась, ты что там делаешь? Мм? Мы сделали с Адриану чай. Сегодня ужинать не ходили никуда, потому что уже такие забитые от этой еды, что просто уже даже невозможно кушать. Сделали вот этот вот чай из Барбариса Гренфельд. Будем пробовать. Пахнет очень вкусно. А также взяли сегодня вот такие вот вафельки и Орео. Вот такие вот печеньки. И сейчас будем кушать с чайком. А также мы наконец-то придумали, как проветривать комнату. С той стороны закрываем, подпираем креслом балконным. Здесь ставим подушечку, чтобы была только маленькая щель. И так-то наконец-то заходит свежий воздух в дом. И Мика не может выйти. А то эти все дни включали просто кондиционер. И так, когда ее чуть-чуть выносили, проветривали комнату. А так-то в основном кондиционер. И сейчас у нас уже свежий воздух в доме. На Тарасе не очень видно, но есть очень много людей сегодня. Хоть достаточно прохладно. И вот такая вот лунная дорожка. Тоже, наверное, не очень видно. Но это очень красиво.